всем привет друзья на смартфоны сяоми приходит новое обновление hyper os 1 0.13 глобальная в этом видео расскажу как это все работает новые фишки как прокачать смартфоны сяоми и добавить не дожидаясь hyper os 2.0 уже сейчас новые фишки из новой оболочки например как установить часы hyper os 2 добавить обновленный диктофон с преобразованием голоса в текст фишкой ai hyper os 2.0 и протестировать новый анимированный экран блокировки из нового обновления начнем с самого интересного в сети уже появился график обновлений до hyper os 2 глобальной версии официально сяоми еще не подтвердили этот график но если провести аналогию с китайскими обновлениями то очень похож получается до конца 2024 года обновиться флагман сяоми 14 и привет флагман сяоми 13 pro и в начале уже 2025 года первом квартале это январь-февраль-март следующие модели весь этот список будет моем телеграм-канале realtek ссылку оставлю в описании под видео можете переходить и посмотреть если ваша модель в обновлениях конечно график еще будет расширяться и не забывайте подписываться в мою телегу когда уже выйдет официальный список я там в первую очередь опубликую а перед просмотром этого видео напоминаю что на алиэкспресс сейчас проходит распродажа можно выгодно купить мощный пауэрбанк от you green новая серия называется next от пауэрбанк имеет компактные размеры и стильно выглядит есть информативный дисплей на котором отображается уровень заряда батареи параметры зарядки пауэрбанка и гаджетов у пауэрбанка три порта и одновременно можно заряжать до трех гаджетов поддержка быстрых протоколов зарядки широкая совместимость в серию next от входит три модели с разными параметрами актуальную стоимость можно посмотреть по ссылке в описании но мы же возвращаемся к теме этого видео я буду показывать на примере смартфона poco x6 pro обновление глобальное с индексом ми обновление называется 1 0.13.0 по списку изменений здесь и по большому счету только написано система обновления системы безопасности на сентябрь двадцать четвертый год и улучшенная безопасность системы кстати обратите внимание уже новый значок в последних обновлениях вот самой системы если посмотрим на предыдущее обновление 1.0.12 здесь старый значок обратите внимание от раньше были такие а сейчас уже видоизменили обновили дизайн это не емкое обновление но там буквально несколько мегабайт занимает новых фишек как таковых нет но мы их будем добавлять в этом видео напомню в предыдущем обновлении если пропустили видео рассказывал выбираем в галерее любую фотографию нажимаем на редактирование внизу справа вертикальные три точки нажимаем этот плагин нужно подгрузить там буквально нажимаем один клик и он загружается как это проверить нажимаем на обрезку выбираем и ай расширение можно выбрать формат пусть будет пропорционально здесь ползунок можем выбрать а сколько нарастить искусственному интеллекту картинки вот к примеру выберем максимально нажимаем начать подключаемся разумеется к интернету и искусственный интеллект будет добавлять картинку расширять это будет не на всех смартфонах на средне бюджетных и на выше чем средне бюджетные конечно же будет на бюджетных вероятно не будет и все искусственный интеллект расширил вторую фишку Чтобы проверить, нажимаем на создать, выбираем ластик. И здесь у нас либо обычная версия ластика, либо версия про. Здесь мы можем, конечно же, почитать про ластик. Все по стандарту, но здесь при помощи искусственного интеллекта ластик будет работать лучше. Можно вручную выбрать, можно удаление людей с фотографий, ну и так далее. Удаление объектов, линий. По аналогии работает как обычный ластик. На этом я останавливаться не буду, но он более прокачан. При помощи искусственного интеллекта работает лучше. И если мы зайдем в камеру, также проверим сейчас фишку. Нажимаем на еще в некоторых обновлениях, на примере этого смартфона. Заходили в микрокино и здесь пресетов становилось меньше. А именно оставался один пресет и двойное видео, либо видеоклип. В предыдущем обновлении это все вернули. И в этом обновлении ничего не убрали, то есть здесь все в порядке. Все, ну а теперь приступаем к прокачке. Первое, что можно прокачать, это установить новые часы из HyperOS 2.0. Я уже прокачал вот на этом смартфоне. Хотя эти часы взяли из HyperOS 2.0 китайской версии, но уже на русском языке поддержка. Слева старый интерфейс, справа новый интерфейс. Ну мы видим его обновили. Здесь немножко переместили вниз, заголовок стал более крупный. Все, по большому счету без изменений. Переключаемся в часы и здесь у нас уже поинтересней. Здесь часы циферблат с секундной стрелкой и внизу цифровые часы. Здесь у нас только цифровые, ну конечно же дата. Чтобы добавить вторые часы, в старом обновлении нажимаем кнопку плюс внизу справа. В новом обновлении вверху справа. Секундомер. Здесь все по большому счету без изменения. И проверяем таймер. Тоже по большому счету без изменений. К сожалению не вернули фишку, которая была в MIUI. Вот показываю пример. Где у нас в таймере можно было включать еще фоновые звуки. В HyperOS в первой версии эту функцию убрали и во второй ее также не вернули. В моем телеграм канале Realtek. Ссылка будет в описании. Не забывайте подписываться. Здесь кстати информация намного быстрее обновляется, чем выходит видео. Один раз нажимаем происходит загрузка. Второй раз кликаем. Обновление. И все. Можем пользоваться. А мы же идем далее. И обновленный диктофон с функцией AI. Распознавание голоса преобразования в текст. Версия диктофона 6.1.31. Взятая из китайской версии HyperOS 2.0. И кстати работает на русском языке сразу. Обновленный интерфейс. Новая кнопка. Всем привет друзья. В этом видео будем тестировать свои смартфоны Xiaomi Redmi и Poco. Стоп нажимаю. Происходит сохранение. Аудио сохранилось. Нажимаем. И обратите внимание. Распознавание голоса. Для того, чтобы обновить это приложение, в моем телеграм канале тоже можно скачать. Один раз кликаем на обновление диктофона этого. Загружается. И второй раз устанавливается. Если вы нажимаете распознавание голоса и не работает, не срабатывает кнопка, то еще необходимо установить приложение AI субтитры. Тоже в моей телеге есть. Один раз кликаем загрузка. И второй раз обновление. После чего нажимаем распознавание голоса. Переключаем согласиться. Выбираем язык распознавания голоса. Расшифровка голоса завершена. И вверху вот уже расшифровка голоса. Можем слушать и параллельно смотреть. Получается, голос преобразуется в текст при помощи искусственного интеллекта. Ну а теперь переходим к экрану блокировки. И как добавить вот такой анимированный экран блокировки из HyperOS 2.0. И плюс еще, обратите внимание, добавляются больше экранов блокировки. Это HyperOS первая версия экрана в блокировке. А это уже вторая. Здесь у нас старые версии есть. И добавляется еще новый раздел анимированных. Проверяем, как это все работает. И расскажу нюансы. И покажу, как можно установить. Все работает. Чтобы изменить, зажимаем и удерживаем на рабочем столе. И выбираем экран блокировки. Вот, к примеру, применить нажимаю. Проверяем. Все работает. Давайте еще раз протестируем. К примеру, вот такой вот. Нажимаем применить. Тоже все отлично работает. Здесь есть кастомизация. Нажимаем кнопку настройка. Можем свои включить обои. Добавлять фильтры. Глубина. Можно изменять текст. Так вот, так как это обновление взяли из китайской версии HyperOS 2.0. То в HyperOS 1.0 работают не все циферблаты идеально. Например, вот берем такой циферблат. Здесь можем все настроить. Берем, к примеру, вот такой циферблат. Нажимаем. И его настроить нельзя. И у нас зависает экран блокировки. Что тогда нужно сделать? Просто разблокировку делаем повторно. Переключаемся снова в экран блокировки. И все работает. Но те экраны блокировки, которые невозможно настроить, их можно только применить. Если мы желаем его применить, просто нажимаем кнопку применить. И ждем какое-то время. Все, он применился. Просто его нельзя кастомизировать. Также тестировал я на HyperOS 1.0 с Android 14.0. Ниже не рекомендую. Например, пробовал на MIUI и с Android 13.0. Это не работает. Как установить и протестировать? Тут сразу скажу, все на свой страх и риск. Потому что нужно понимать, что это из HyperOS 2.0. Мы устанавливаем на 1.0. Как, на какой модели работать будет, тут я не знаю. Я вот тестировал на Poco X6 Pro, на Poco F6 Pro. На этих смартфонах работает. Если вы решите протестировать, то стабильная работа не гарантируется смартфона. И, конечно же, не забывайте делать резервную копию важных данных своего смартфона, если вдруг что-то пойдет не так. Значит, нам понадобится бэкап редактора активного экрана из HyperOS 2.0 китайской версии. Скачать можно в моем Telegram канале. Вот он этот файл. Здесь на него нажимаем. Потом вверху справа нажимаем вертикальные три точки и сохранить в загрузке. После того, когда сохранили, переходим в Downloads. Здесь Telegram папка. И проверяем. Да, все у нас загрузилось. Заходим в настройки. О телефоне. Интересует раздел резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Здесь все отметки выделения убираем. Снимаем. Разворачиваем другие данные системных приложений. И здесь нам необходимо найти редактор активного экрана. Выбираем. Создать резервную копию. Создаем. Дожидаемся завершения. Теперь проверяем, что файл сохранился. Бэкап нашего активного экрана. Блокировки. Он нам понадобится, чтобы вернуться обратно, если вдруг что-то не понравится. В корневой папке находим MIUI. All Backup. Здесь у вас будут свои цифры папки. Редактор активного экрана. Все. Мы проверили. Он создался. Теперь нам его необходимо перенести в любую другую папку. Например, чтобы не забыть, переходим в корневую папку. Нажимаем на создание папки и печатаем, например, экран блокировки. Все. Создаем папку. Папка создана. Снова идем в MIUI. Backup. All Backup. Выбираем наш файл и перемещаем. Внутренний общий накопитель. Экран блокировки. Папка, которую мы создали. Переместить. Все. Теперь нам понадобится файловый менеджер. Который поддерживает длинные файлы. Потому что стандартный проводник MIUI HyperOS не может работать с длинными файлами. И там у нас ничего не получится. Запускаем любой, которым вы привыкли пользоваться. Заходим в Downloads. Telegram. Выбираем наш файл, который мы скачали. Копировать, переместить. Выбираем куда. То есть перемещаем его, либо копируем без разницы, в папку MIUI. И здесь Backup. All Backup. И в ту папку, которая у нас создалась. Нажимаем ОК. Можно либо переместить, либо скопировать. Копируем. Все. Он скопирован. Но теперь ему нужно задать то имя, которое у вас создал смартфон, когда вы делали backup. То есть мы заходим в экран блокировки. Папку, которую мы создали. И вот он файл, который мы создавали. Переименовать. Выделяем все. Выделяем все. Копировать. Копируем просто название. Идем в папку MIUI. Backup. All Backup. Выбираем. И вот он наш файл. Переименовываем. Все это удаляем. И вставляем теперь правильное имя. Переименовать. Теперь заходим в настройки. О телефоне. Резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Восстановить. Выбираем. Теперь нажимаем, чтобы убедиться, что это именно редактор активного экрана. И восстановить. Происходит восстановление. Здесь 99% быстро проходит. А 1% будет достаточно долго. Может и минуту висеть. Ждем завершения. Никуда не переключаемся. Дожидаемся завершения. Все готово. Нажимаем завершить. Переключаемся на рабочий стол. Переходим на экран блокировки. Все отлично работает. Зажимаем и удерживаем, чтобы сделать дополнительную настройку. Также можно настроить, если мы зайдем в настройки. Обои персонализация. Стиль блокировки. Если вам не понравилось и вы решили вернуть старый экран блокировки без дополнительных анимированных стилей, то уже можно через обычный проводник, потому что ничего переименовывать уже не нужно. Заходим в экран блокировки. Папка, которую мы создали и файл, который мы первоначально создали. Переместить. Внутренний общий накопитель. Выбираем MIUI. Выбираем Backup. All Backup. Заходим в эту папку. Переместить. Здесь просто делаем заменить. Снова переходим в настройки. О телефоне. Резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Восстановить. Выбираем. Еще раз нажимаем. Убедились, что редактор активного экрана. Восстановить. Здесь все быстро проходит. Завершить. Переходим на экран блокировки. И у нас здесь старые стили остаются. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться. Подписываться в мою телегу. Там информация обновляется быстрее. Всем пока.